О, у нас семейный подряд, поэтому сейчас мы с вами встречаем Людмила Дёмина! Спасибо большое, друзья! У меня мой супруг любимый Горячок и по совместительству партнер по бизнесу отъел время, практически половину моего выступления, но мы ему это простим. Просто на самом деле сейчас та тема, которую он с вами проработал, наверное, сегодня она одна из ключевых. Почему? Потому что, как вы понимаете, если пока вы сами, мы с вами не ответим себе на какие-то вопросы, возражения, говорить о следующей теме, как запуск новичка, ну не то, что не приходится, а будет сложновато, потому что новичок будет сам задавать вам эти возражения и вопросы, и даже если вы где-то прочитаете правильно, что надо сказать, но внутри вы где-то не будете сами этой уверенности ощущать, люди всё считывают, людей не обмануть, да, люди чувствуют наше настроение. Поэтому мы сейчас с вами очень так сжато, кратко по делу, разберём следующую тему. В помощь каждому из вас по теме, как запустить новичка в бизнес, есть наставник, спонсор, либо непосредственно человек, который вас пригласил в этот бизнес, если он активный спонсор. Если непосредственно тот, кто вас пригласил, он по каким-то причинам сейчас не активен, у вас есть вышестоящие наставники, идите, знакомьтесь, показывайте, что вы для него ключевой человек, что вы пришли сюда серьёзно, чтобы он был готов с вами работать. Первый слайд, пожалуйста, тогда. Итак, как же выстроить работу с первыми новичками? Давайте мы сейчас это всё посмотрим по пунктам. Ну и первый вопрос, к чему важно правильно запускать новичка в бизнес? Не буду сейчас вас мучить вопросами, уже у нас подходит к завершению наше сегодняшнее обучение. Весь наш с вами карьерный рост зависит от чего? От роста нашей группы. Что часто происходит? Мы научились работать со списком контактов, мы научились делать звонки, мы провели встречу. Человек пришёл и неожиданно он говорит, да, хочу. Караул! Куда бежать? Что делать? Кому? Спасайте. Во-первых, на этот случай всегда есть наставник. Так что успокойтесь. Я вот когда стартовала в ЭЛОР, я знала, что я много чего не знаю, мне сразу слона не съесть, его надо есть по кусочкам, но есть наставник, человек, к которому я смело могу обратиться, он выучил. Соответственно, чтобы у нас с вами не было ситуации, проходной двор такая ситуация, да, мы подключили человека, он зашёл и через некоторое время вышел. Мы снова опять провели встречу, столько работы провели, пришёл, вышел. Вот мы сейчас изберём, чтобы таких ситуаций не было. Что необходимо для этого сделать? Во-первых, как мы сегодня уже говорили, ни у кого у нас на лбу не написано, будущее – это лидер или не будущее – это лидер, да, как это понять? И когда человек, мы человека, да, подключаем, то... Вот по идее, по идее, я за каждым этим человеком вижу будущего лидера, пока он не доказал обратное. Как я могу понять в дальнейшем, да, стоит мне вкладываться в этого человека ключевой, это для меня партнёрник ключевой, это по мере взаимодействия с данным человеком, да, насколько он выполняет те рекомендации, да, которые мы даём, насколько он инициативно проявляет со своей стороны инициативу или ждёт, когда я там, да, буду говорить, ну давай, мы поехали на события, да ведь тебе это надо. Соответственно, вот, ну, вот фраза, которую я не случайно здесь разместила, да, очень много новичков уходят из бизнеса, так и не начав действовать. Чаще всего из-за того, что их не запустили правильно и не погрузили в среду. И здесь есть два таких момента, очень важно, что мы сейчас с вами определим. Есть такое понятие, как регистрация человека, да, а есть спонсирование человека. Регистрация – это что такое без спонсирования? Это перепись населения. Нам за это с вами денег никто не будет платить, да. То есть мы, да, помогли человеку открыть номер в ЛР, да, зарегистрировали в компанию, направили данные. И мы же думаем, как все же взрослые люди, мы же им всё показали, рассказали. Вперёд! Мы будем ждать, когда у нас сейчас бизнес. Нам сказали, нам надо сколько-то там, 50 первых линий. Вот я сейчас 50 первых линий сделаю, и всё, аллилуйя, жизнь там удалась, а ничего не происходит. Я вам больше скажу. Я знаю партнёров у нас, вот людей, у которых 100 первых линий. Ну и чего? Здесь задача-то не в том, чтобы просто переписать людей, а вовлечь, запустить, спонсировать эти линии. И что такое спонсирование? Это когда я вовлёк человека в среду, да, погрузил в эту среду, показал, даже не показал, а вместе с ним прошёл первые шаги. Первых людей подключил, помог их обучить. Ему показал основные, научил навыки вместе делать, вместе составлять список знакомых, вместе делать первые звонки. Это я вам сейчас кратко говорю, просто такие направления даю, чтобы потом, когда прийти домой, просто уже по направлениям вы могли, там, на ютубе, там, ещё где-то, да, вот эту информацию. Посмотрите, а на следующий слайд. Следующий слайд. Спасибо. Да. Я говорила о том, да, что вот одна из первых книг Киосаки, это «Школа бизнеса» или книга для тех, кто любит помогать людям. Вот здесь, если вы не готовы помогать и вкладываться в людей, не тратьте своё время. Без этого здесь никак. Ключевой навык лидера – умение развивать своих партнёров, умение и желание это делать, и понимание, что только благодаря этому, да, когда мы отдаём, когда мы вкладываем, Вселенная нам тоже даёт. Следующий слайд. Да. И, собственно говоря, есть несколько таких моментов, пунктов, которые я вам сейчас здесь зафиксирую. Возможно, в ваших командах и ваши наставники это используют. Что там уже захотите, возьмёте себе. После того, как мы зарегистрировали человека, у нас в команде разработано, вот мы называем это «Welcome» – письмо, приветственное письмо, да, у кого-то это «Добро пожаловать в ЛР» и так далее. Суть этого письма в чём? Что в этом файле он ещё до активации, то есть человек ещё, возможно, даже продукцию ещё не сориентировался, что заказать. Но в этом файле собрана вся информация, которая позволяет человеку поднять по ссылке, активировать личный кабинет, да, как сформировать первый заказ. То есть, прежде всего, мы договариваемся с человеком, говорим, что мы направим тебе этот файл, когда ты сможешь этот файл изучить? Он говорит, ну, сегодня вечером, отлично, надеюсь, завтра перезваниваемся. Соответственно, нам важно не просто отправить в никуда этот файл, а обратно получить обратную связь, да, то есть, какие вопросы, да, что непонятно, что. И после вот как раз этого welcome письма, письмо приветственное, мы с ним проводим некую стартовую встречу. Мы называем это стартовый тренинг. Для чего стартовый тренинг нужен? Для того, чтобы на берегу договориться, куда мы человека поведём и зачем. Были ситуации, когда партнёры ожидают от своих новичков, что они сейчас бизнес будут делать, а люди пришли просто пользоваться продукцией со скидкой. Так вот, на стартовом тренинге очень хорошо можно понять, какие цели человек преследует, когда зарегистрировался. Например, человек говорит на стартовом тренинге, ты знаешь, я сейчас хочу для начала просто попользоваться продукцией, понять, как продукт работает, а потом, возможно, уже мы поговорим о заработке, доходах и так далее. Соответственно, если человек говорит на стартовом тренинге, что я хочу доходы, машины, путешествия и так далее, уже в рамках этого стартового тренинга мы через маркетинг-план показываем, как он может прийти к своим целям, что необходимо для этого сделать. Кроме того, в этом файле есть ещё информация, примеры стартовых наборов, с чем человек может стартовать. Вообще, в идеале, на какое количество, ну не знаю, баллов, как вы считаете, вообще рекомендовано человеку стартовать? Почему? Почему 250? Первые доходы. Вот в этом файле у нас, кстати, есть целая такая страничка, да, преимущество старта на 250 баллов. Я отдаю себе отчёт, что далеко не каждый человек имеет финансовую возможность сразу стартовать на 250 баллов. Почему? Ничего страшного. Было бы желание, да? То есть мы с человеком садимся и говорим, слушай, хочу, вот это надо, вот это надо, по продукции, там, анкету по здоровью заполнили, там, по программе «Хорошее самочувствие круглый год». Всё, надо, всё хочу. Нет? Сейчас расскажу один пример, самый банальный. Два года назад у меня соседка, мы с ней познакомились, вот, и она тут мне маникюры делала, там, всё такое, да, и увидела парфюма, мы тут разговаривали, стартбокс показала ей. Она говорит, слушай, я хочу вот давно ещё, мама, где крейте, хочу вот что-то вот такое. Я говорю, отлично, давай, вот всё, как бы, да. Хочу, но не могу даже на ста, даже двух тысяч, нет, ну реально, муж зарабатывал, денег только на, там, дает, вот на самое-самое, да, и всё. Что мы с ней сделали? Мы с ней сели вместе, опять, обращая внимание, сделали альфончик с блоттерами по парфюму, она пошла собирать заказы. Я ей обучила, как это делать, да, то есть как работать. Она собрала себе заказы и на первый заказ, и ещё денег осталось на себе, там, на женские эти самые, да, вот, то есть это может быть такой не очень яркий пример, но тем не менее я хочу показать этим, что нет безвыходных ситуаций, когда есть у человека желание, да. У нас есть сейчас очень много методов, да, способов, как можно создать вот эти 250 баллов, это сейчас не тема нашего обсуждения, тоже это у нас есть и записи, и обучение, можно посмотреть. Следующий. Можно заканчивать. Да, вот выгоды, вот так они у нас прописаны, если надо, можете сфотографировать, их, конечно, гораздо больше, но тем не менее, здесь мы ещё на встрече, на стартовой привязываем вот эти 250 баллов. К маркетинг-плану, как выйти на 21% на уровень младшего лидера группы, да, через то, что мы помогаем людям, учим их вот создавать на своём личном номере 250 баллов, с учёт каких инструментов. Угу, точно. Что происходит после регистрации, зарегистрировали, да, вот я уже сказала, встреча по планированию, список контактов, которые я сегодня вам выдавала вот прям бегом. Вот, ну, на самом деле, тема списка контактов, это вообще тема отдельного тренинга, и я вам очень рекомендую, на самом деле, найти время, ресурсы, изучить эту тему на Ютьюбе и так далее, у Александры Ерматовой, ну, других наших лидеров, то есть очень много таких ценных обучений уже в записи есть. Да, да. Не будет так, что вы сказали, там, иди звони, назначай встречи, там, пользуйся продуктом, даже по продукту. Человек заказал, вот, с вашей помощью, получил, получил, открыл, открыл, давай, вот, питьевой режим надо. Это мелочь, я не люблю этим заниматься в плане продуктов, но я понимаю, лучше я сейчас один раз его научу, чтобы он потом грамотно всех своих людей научил, да. Мне, у меня же много людей в личном ведении, нет, мне не надо, я отбираю людей, смотрю, кто, вот, в кого вкладываться. И лучше я одного научу, чтобы он потом еще пятерых своих научил грамотно, я буду каждому потом рассказывать. Я считаю, что вот пока вы сейчас те, кто находитесь в этой аудитории, вам надо очень плотно работать с вашим наставником, найти активного вашего спонсора, и вплоть до того, что подключили новичка, и при встрече, при подключении дорого продать вашего наставника, сказать, что как человеку повезло, что вам удастся договориться с вашим наставником, который там уже там доходы хорошие имеет, да, и результаты, несмотря на свою занятость, он вам перезвонит там в течение двух-трех дней. И, соответственно, наставник перезванивает, знакомится, задает вопросы и помогает вам, а вы учитесь у него, именно запустить новичка в бизнес. Ну, пока не бизнес, но, по крайней мере, вот первые шаги сделать. Опять же, совместные встречи со спонсором, да, то есть одно дело продать спонсора, который будет на вас работать, по сути, на ваш бизнес, проводить встречу, вы будете сидеть и обучаться. Используйте эти возможности. Ну, и отработка со звонка со спонсором тоже, это, конечно, понятные вещи. Так, следующий слайд. Три золотых правила. То есть у нас есть три правила успеха, да, вопросы. Продукт заказал, встречи назначены, билет на события. То есть, по сути, по сути, очень важно, чтобы ваш новичок как можно быстрее оказался на первом живом мероприятии. Потому что пока он видит только вас. Еще момент какой. Очень большая поддержка сейчас для новичков, это работа в чатах. Вы сами, кто-то из вас, может быть, еще новички, вас еще не воспринимают, вы еще уверенности не чувствуете. Но чаты сейчас, они настолько вот как помогают погрузить каждого человека в любом регионе, в любой стране вот в такую, ну как, рассол хороший, да, где люди оживают. Они друг с другом знакомятся, они задают друг другу вопросы. Чаты у нас тоже разделены, да, по направлениям. Есть там чаты для клиентов, которые не зарегистрированы. Есть чаты для клиентов, которые зарегистрированы, ну, клиенты. Есть чаты, которые уже для людей, которые пришли именно с целью развития бизнеса, дохода и так далее. Есть чаты ключевые. То есть, все это. И момент какой. Во-первых, если у вас уже, у ваших наставников есть эти чаты, вы не отсиживаетесь. То есть, вам выгодно как можно быстрее получить опыт, пока кто-то за вас эти чаты, ну как, кочегарит. Вы пока где-то что-то можете там поздороваться, да, что-то написать, что-то спросить. А потом уже будете получать свой опыт, особенно, например, продуктовый чат, да, самим это все. Потому что вот я, например, поговорила с человеком, да, где-то там, по ходу мы разговаривали за здоровье. У меня нет ни желания, ни времени ему с пеной урта доказывать, что гель, алоэ, вера – это классная штука. Вот не буду я это делать. Но я могу его добавить в чат. Я могу, что у нас вот такой чат, если эти тема здоровья интересна, пожалуйста, я могу добавить. Там будут у нас и врачи есть, и обычные люди, да, то есть, пожалуйста. Он будет в этом, собственно, ну, так, в нашем соку вариться, да, видеть разных людей, разные истории, разные результаты. И, возможно, потом, то есть, это не будет навязчиво, я не буду ему говорить, что тебе это надо, что тебе, да. То есть, ну, вот таким образом. Угу. Включи. Да, ну вот погружаем среду ЛР. То есть, что у нас здесь получаются, основные моменты, чтобы проследить, чтобы человек вступил в группу среда ЛР. Чтобы он стал изучать письма от компании. Кто, кстати, знает, что, как только человек проходит регистрацию, ему приходят, начинают на почту приходить письма. Угу. И мне, знаете, что нравится теперь? Когда у меня в группе, в структуре кто-то из партнеров подключает, и мне сразу приходит сообщение, да, что вот мы вас поздравляем, у вас там новый партнер. У меня есть все данные, я, в принципе, с этим партнером могу связаться уже, познакомиться, да. И, кстати, вот через чат и знакомство происходит, вы даже видите, что делают ваши, например, партнеры, да. Кого-то приглашают, кого-то подключают, клиентов, партнеров, то есть, ну, это, скажем так, уже прозрачнее все становится. Да, в соцсетях обязательно с кем-то законтачивались, с кем-то зарегистрировались. Везде в соцсетях, где он есть, сразу там WhatsApp, Viber, там, Telegram, ВКонтакте, ну, мессенджеры. То есть, по возможности, чтобы он, где вот он есть, его везде там вот добавили. Так, промотируем вебинар от спонсора системы 21 Компании. Это обязательно условие, у нас уже на протяжении 6 лет, 19.00 в каждый понедельник, проходят обучения. Обучение проводят практики, люди, которые реально преуспели, могут вот, прям они вот такие фишки сливают, что раньше нам никто так не давал этой информации. Да, и вопрос, сколько часов в неделю мой партнер находится вот в этой среде? Либо он какой-то в другой кислой, закисленной среде находится. Там целый день на работе, да, а еще если про баланс с собой на работу забыл взять, да, то домой приходит кислый-кислый. Соответственно, очень здесь важный момент, понимаете, и вот за счет вот этих, кстати, чатов, вот сейчас я понимаю, что среда ЛР присутствует в жизни наших партнеров, наших клиентов гораздо чаще. Хоть в автобусе, хоть в машине, хоть где, да, как-то мы, но это, конечно, не должно быть очень навязчиво, да, купи-купи-купи, нет. Это может быть пожелание хорошего дня, это может быть какая-то мудрая мысль, ободрение какое-то, да, там еще что-то, поздравлял-ка какая-то с днем рождения. Вообще, в чатах люди любят друг друга поздравлять. Значит, такая тишина, 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 я там что-то укладываю, у кого-то день рождения. Вау! Все вот прямо вот закидывают, просыпают. Это здорово, это жизнь. И они потом приезжают на события, вот в Москву, например, они как родственники, в хорошем смысле этого слова, да, потому что родственники разные бывают. Все, которые не хочется видеться. Хорошо, следующее, Слава. Каким образом, да, давайте подведем такой небольшой итог, что важно, да, на что, скажем так, акцент сделать. Научиться договориться делать 250 баллов, да, то есть за счет каких инструментов, то есть не просто человеку сказать, надо делать 250 баллов. Вы знаете, что любому взрослому человеку надо ответить на вопрос, почему и зачем, почему ему важно это делать, да, чтобы мотивация была. За счет чего? Научить, показать, использовать какие инструменты. Подключить ко всем ресурсам, составить план карьеры на 6 месяцев, вести по первым действиям, список контактов, звонки, встречи, запуск первых партнеров. Ну и помочь доехать до первого мероприятия. Вы знаете, я стараюсь, я не то, что стараюсь, я делаю это. Вот у меня муж, например, он слышит, как я за каждого партнера борюсь до последнего, чтобы он был на мероприятии. Не всегда это получается, я себя очень ругаю и чувствую некую такую вину, вот, но мои партнеры знают, что я в данном случае очень, где-то, может, жестко говорю, но я для них это как с пользой, для их же блага. Я всегда говорю, я могу быть белой кушистой, тебе это надо, или ты хочешь уже начать жить такой достойной жизнью. Все, наверное? Спасибо большое. И у нас сейчас с вами заключительная часть. Я приглашаю сюда серебряного лидера...